Здравствуйте, мои дорогие овны! Это ваш астрологический прогноз на июль 2023 года. Ретроградная Венера и много других событий вас будут поджидать. Давайте поскорее о них узнаем. 3 июля полнолуние в вашем 10-м доме. Полнолуние — это момент каких-то определенных событий. В это время мы более обеспокоены чем-то, можем быть на эмоциях. А 10-й дом — это работа и карьера. Возможно, вам дадут какие-то новые обязанности, с которыми вы не будете соглашаться и идти против. Или подработку, от которой вы будете не в восторге. Также 10-й дом — это цель нашей жизни. Может быть, вы задумаетесь, а правильно ли я выбрал или выбрала свой путь? А правильно ли я поступаю? А туда ли я вообще иду? Также 10-й дом — это ваш отец. Может быть, разговор на тему будущего, каких-то поездок, или если вы собираетесь выйти замуж или жениться, будут какие-то советы на этот счет поступать. Либо события, связанные с вашей популярностью. Это тоже вполне возможно. Если у вас есть какой-то магазин свой или свой бизнес, то в полнолуние, возможно, многие обратят на него внимание. Либо что-то скрытое станет явью, какие-то определенные моменты в вашей жизни или жизни ваших близких. Вы узнаете о них и поймете, что нужно как-то действовать, что-то решать, какая-то ситуация, которая может выйти из-под контроля. Ну и в работе это также может проиграться. Возможно, вы узнаете какие-то подводные камни, о которых вы раньше не задумывались или которые вы раньше не замечали. 11 июля Марс входит в ваш шестой дом. Марс — это быстрота, это действие. Действие такое необдуманное, некая такая легкая агрессивность, то есть вперед, сейчас и здесь. И шестой дом отвечает за работу и ваши обязанности. Возможно, проект, который нужно закончить, вы за него схватитесь и доведете до конца. Или задачу на работе нужно будет решить сразу. Или вы захотите наконец-то от этого освободиться. Или даже написать заявление на увольнение. Это тоже вполне возможно. А те, кто ищет работу, наконец-то ее найдут, потому что в этот момент ваша энергия будет толкать как будто вас вперед. Вы согласитесь на какие-то изменения, на какие-то действия, сейчас и здесь, не обдумывая последствия. Также шестой дом — это здоровье и лечение. Возможно, вы захотите получить какие-то анализы или сходить к врачу, узнать ваше состояние здоровья или лечь на реабилитацию куда-то и принимать вы эти решения будете спонтанно, то есть не подготавливаясь к этому. Также Марс — это защита. То есть мы можем отстаивать свои границы на работе, можем говорить о том, что вот это я не буду делать, потому что это не мои обязанности или это не в протоколе, либо при поиске работы вы будете четко понимать, что нет, на эти условия я соглашаться не буду. Шестой дом — также и долги, все, что с этим связано, с кредитами, с ипотеками. Возможно, вы наконец-то закроете долгий кредит или возьмете кредит на какие-то вещи, но Марс — это спонтанность, я вам напоминаю, поэтому прежде чем что-то брать или у кого-то занимать, пожалуйста, подумайте о том, действительно ли вам это нужно прямо сейчас. 12 июля Меркурий входит в ваш пятый дом. Планета Меркурий — это общение, это коммуникации, это командировки, недалекие какие-то поездки повседневные, это новости и информация. А пятый дом отвечает за удовольствие, за свидания и романы. В этот момент вы можете познакомиться с интересными людьми, возможно, вашим будущим партнером, если вы одинокий Овен, либо укрепить свои отношения, если вы в семье или в паре, может быть, сходить на какое-то мероприятие вместе или посетить какие-то выставки, или прогуляться, или сходить в ресторан. Вам захочется больше быть в кругу семьи и в кругу людей, которые вас любят. Пятый дом — это и дети. Может быть, вам позвонят, может быть, вы будете участвовать в каких-то мероприятиях детских, или будете обеспокоены своим ребенком. Возможно, вы будете получать справки за своего ребенка, или наводить справки для ребенка, либо общаться с детьми по поводу их образования, куда они хотят поступить, советовать им, или, наоборот, искать вместе с ними информацию в каком-то институте, или детском садике, или школе. Также, возможно, какие-то поездки к детям в гости, или за город, или на дачу, или даже в отпуск. Вы можете построить свои планы вместе с семьей. Ну, а также пятый дом — это самореализация и творчество. Может быть, кто-то из родственников подкинет вам какую-то идею, и вы начнете новый проект. Или вы попросите помощи у своих братьев, сестер, или близких друзей, чтобы кто-то помог вам что-то создать, или что-то открыть. Либо вы будете искать информацию в интернете, как реализовать тот или иной проект, или заняться тем или иным хобби-творчеством. Возможно, также и передвижение, командировки, или долгожданный отпуск. 17 июля. Новолуние в вашем четвертом доме. Новолуние — это некая остановка, это момент, когда мы остаемся практически без сил, легкая такая апатия ко всему, спокойствие. А четвертый дом — это семья, это наш дом. Может быть, вы захотите вернуться домой на какой-то промежуток времени, на лето, либо на несколько месяцев, либо, наоборот, вас посетят родственники из дальних городов, либо вы можете решить, что сейчас нужно взять некую паузу для общения с родственниками или для решения каких-то определенных дел. Также Новолуние проигрывается и в действиях, то есть, что мы делаем для того, чтобы что-то добиться в своей жизни. А четвертый дом — это переезды, это недвижимость. Может быть, вы задумаетесь, что нужно сделать, чтобы продать квартиру или купить квартиру, что нужно сделать, чтобы переехать в другой город, в другой район или в другую страну, какие справки нужно собрать. Вы будете это изучать, или, возможно, вы поможете кому-то либо сдать квартиру, либо свою квартиру будете сдавать и подписывать документы какие-то. Это тоже вполне возможно. 23 июля планета Венера разворачивается в ретроградное движение в вашем пятом доме. Планета Венера — это любовь, это отношения, деньги, удовольствие и наша внешняя красота. Здесь может проиграться следующее. Ретроградная Венера, она приносит некий такой хаос и неразбериху в нашу жизнь. А пятый дом — это свидания, это романы, поэтому в этот момент, когда вы с кем-то будете встречаться или знакомиться, нужно будет относиться к этому немного с осторожностью. Не сразу старайтесь доверять незнакомым людям, распахивать перед ними дверь или свою душу, потому что Венера может сыграть с вами злую шутку. Также в этот период не рекомендуется делать какие-то инъекции красоты, изменения во внешности, не знаю, другая прическа или что-то связанное с какими-то процедурами, потому что Венера в ретроградном движении может привести к таким результатам, которые в будущем вам не понравятся. Все, что касается денег в ретроградной Венере, это тоже какая-то остановка, какие-то выплаты могут прийти позже назначенного, либо вы хотели выйти на какую-то подработку или, возможно, получить какие-то выплаты. Немного они задержатся. Пятый дом — это дети, поэтому ретроградная Венера может дать нам ложное понятие, что нас не любят или что нам мало уделяют внимания, нам никто не звонит из детей или почему родственники так долго со мной не связываются. Лучше в такое время себя, конечно, не загружать такими мыслями, а просто немного подождать. 24 июля. Солнце входит в ваш пятый дом. Солнце — это вы, это ваша энергия, ваше творчество входит в этот же дом, в котором ретроградная Венера. Поэтому здесь, возможно, будут какие-то перебои в плане ваших проектов. Вы почувствуете силу и энергию, что да, я способен, я могу это сделать, или я способна, я могу что-то создать или что-то открыть. Вы почувствуете прилив, как будто вы можете вообще абсолютно все. Вы захотите проявлять себя, больше быть в каком-то процессе, не стоять сбоку, а именно участвовать в чем-то. Может быть, вас постигнет мысль о собственном бизнесе, что вот все, пора, я могу, я сделаю, у меня все для этого есть, или я все получил или получила для того, чтобы открыть свой бизнес. Вот сейчас я могу, я способен или способна на все. Также солнце это и госучреждение. Вы четко будете знать, какие документы нужно получить, какие сроки нужно уложиться, куда пойти за справками, или, возможно, вы ждали какие-то справки, визу, какие-то дипломы, и они сейчас к вам должны прийти. Ну, а также солнце это осознанное решение. Вы поймете, что точно знаете, что вам нужно, куда надо стремиться, как решить ту или иную проблему. Ну, и конец месяца, 29 июля, планета Меркурий входит в ваш шестой дом. Меркурий — это общение, коммуникация, это информация, а шестой дом — это работа. Может быть, в конце месяца вы получите предложение о повышении, или какую-то приятную новость касательно ваших обязанностей, или вы встретитесь с какими-то людьми на каких-то переговорах, которые будут плодотворными и принесут свою выгоду, как и вам, так и компании. Шестой дом — это еще и домашние животные. Возможно, вы повезете кого-то из домочадцев в ветеринарную клинику проверить здоровье, или наоборот, возьмете к себе домашние животные, захотите немножечко разбавить атмосферу дома, либо подарите кому-то домашние животные. Все, что касается здоровья и лечения, возможно, вы поедете в какую-то клинику или санаторий, или в дом отдыха, где вы можете восполнить себя, провести какие-то определенные процедуры, которые пойдут вам на пользу. Средства передвижения тоже могут сыграть свою роль поменять машину, или отдать ее в ремонт, или, наоборот, приобрести машину вы захотите, или какое-то другое средство передвижения. Ну и общение со своими родственниками, братья, сестры, мамы, папы, дяди, тети. Под конец месяца вам захочется побыть в кругу близких, любимых людей и наслаждаться их общением. Это был ваш астрологический прогноз на июль 2023 года. Дорогие мои овны, я в вас верю, у вас обязательно все сбудется и все получится. Только вперед! Всем до свидания!